Ну а прямо сейчас у нас рубрика Илон Макс. Максим Селиков с последними околоолимпиадными и не совсем спортивными новостями. Максим, привет! Рассказывай, что у нас сегодня, какие происшествия, в чем разбираться. Ой, сегодня довольно интересная и спорная тема. Олимпиада Парижа вновь удивила весь мир. Мировые СМИ пестрят заголовками. Боксер-трансгендер одержала победу на Олимпиаде. Ее соперница отказалась от боя и ушла с ринга. Что там вообще происходит? Давайте вместе попробуем разобраться. Главная загадка Олимпиады. Иман Хелиф. Мужчина или женщина? Это сейчас самая обсуждаемая тема. В прошлом году она провалила тест на гендерное соответствие и была дисквалифицирована с чемпионата мира по боксу. Но Олимпийский комитет разрешил участвовать ей в соревнованиях. Мог. Ну как же ты мог допустить то, что вчера произошло? Спрашивает мировое спортивное сообщество. Иман Хелиф вышла на ринг в 1-8 финал Олимпийских игр против Анжелы Корени. Ну даже по телосложению было понятно, у кого преимущество. 46 секунд. Вот столько продлился боксерский поединок, который сразу окрестили самым позорным скандалом, в который когда-либо попадал Международный Олимпийский комитет. Всего несколько ударов от трансгендера, так многие называют спортсменку из Алжира, погасили задор итальянки. Корени сразу пожаловалась на очень сильные удары. По ее словам, такие она не получала ни разу за всю свою спортивную карьеру. Девушка решила сдаться. Ей засчитали техническое поражение. Иман Хелиф прошла в итоге в четверть финал. Итальянка назвала все происходящее несправедливым. Она расплакалась прямо на ринге. Ее можно понять. И потом объяснила, что уже после второго пропущенного удара почувствовала сильнейшую боль в носу и поняла, что не может дышать. И тогда сказала, что все, хватит. До этого высоких боксерских результатов Хелиф особо не показывала. Нельзя сказать, что она как танк выносит соперниц. На Олимпийских играх в Токио в 2020-м Хелиф побывала в нокауте, в четверть финале проиграв ирландке Келли Херрингтон. В прошлом году на чемпионате мира в Индии она дошла до финала. После чего была неожиданно дисквалифицирована решением Международной ассоциации бокса, как и еще одна спортсменка Лил Юйтин. Ее тоже допустили до Олимпиады, но она еще пока не боксировала. Итак, Международная ассоциация бокса, конечно же, не могла пройти мимо избиения итальянки и на своем сайте опубликовала несколько статей, где объяснила еще раз свою позицию. Я на слайдах здесь выделил самое интересное. Итак, во-первых, Международная боксерская ассоциация осудила МОК за допуск спортсменки к Олимпиаде и напомнила всем, за что Иман Хелиф и Лин Юйтин были дисквалифицированы в прошлом году с чемпионата мира. Итак, смотрите, проводились два теста в 2022 и в 2023 году. Это было сделано в независимых лабораториях. И вот я выделил главный результат этих проверок. Дисквалификация стала результатом несоответствия критерия отбора для участия в женских соревнованиях, установленных и изложенных в регламенте ассоциации. Это решение принято после тщательного рассмотрения, что чрезвычайно было важным и необходимым для поддержания уровня справедливости предельной честности соревнований. Тест убедительно показал, что обе спортсменки не соответствовали необходимым критериям отбора или имели конкурентные преимущества перед другими спортсменками. Также в ассоциации еще обратили внимание на то, что ни одна спортсменка, вот здесь это указано, не обжаловали решение в спортивном арбитражном суде. А почему? Наверное, потому что могли проиграть. В Алжире не сомневаются, что хилиф женщина и говорят о мировом давлении на экспортсменку. Журналисты предполагают, что алжирка биологическая женщина, а тест, показавший наличие XY-хромосом, говорит лишь о том, что у нее с большой долей вероятности есть синдром Свайера. Это генетическое нарушение, при котором женщина может иметь характерный для мужского организма набор хромосом, но половые железы при этом не производят гормоны. И в таком случае у человека остаются женские гениталии и женская репродуктивная система. Похоже, что это заболевание делает хилиф сильнее обычных женщин, если оно у нее, конечно, есть. Вот что есть у нас. У нас есть детские фотографии хилиф. Мы их нашли в алжирских пабликах. Давайте вместе посмотрим. Ну вот здесь сколько, может быть, около пяти-шести лет. И, конечно, ну сложно сказать, да, мальчик это или девочка, можно подумать, что и мальчик. Но вот на этом снимке гендер уже более понятен. Здесь мы с вами отчетливо видим, что это девочка. Я надеюсь на алжирские СМИ и паблики, что это все-таки настоящие фотографии. МОК защищает хилиф, называя нынешнюю агрессию против атлеток, основанной на произвольном решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры. Наверное, нужны новые тесты. Нужно все рассекретить. Посмотрим, чем закончится этот скандал. Как Олимпийский комитет будет объяснять миру, кто же боксирует с женщинами на ринге. Максим, спасибо. Максим Селиков рассказывает нам про Олимпиаду уже который день.